Мои коллеги Ани Смирновой, она, знаете, у нас тоже такая редакционная, замечательная виола, которая сейчас находится в саду Дружбы и уже готова нам рассказать о цветущей пышной растительности этого места. Аня, тебе слово жги. Да, Дима, доброе утро, спасибо большое, буду считать виолу комплиментом. Ну а я сейчас нахожусь, как ты верно отметил, в китайском саду Дружбы, где начала, еще пока не пышно расцвела, но уже начала свое цветение сакура. Дело в том, что, например, в Токио, в Японии, есть одна основная сакура, и цветение объявляют тогда, когда на ней появляется, распускается ровно пять цветков. Надо отметить, что здесь, в китайском саду Дружбы, уже чуть больше распустилось, поэтому совсем скоро здесь уже начнется сезон фотосессий. Регулярно в мае или в конце апреля здесь бывает очень многолюдно. Стоит также рассказать про китайский сад Дружбы. Этот сад-подарок Петербургу от Шанхая, от города Попротима на трехсотлетие. Что еще хочется сказать про сакуру? Она цветет обычно не больше десяти дней, поэтому как раз-таки здесь сезон и открыт. И кроме китайского сада Дружбы, также есть другие места в городе, где можно увидеть цветение этого прекрасного дерева. Например, в Приморском парке Победы, а мое, например, любимое место, это парк лесотехнической академии. Что интересно, в Японии часто рядом с университетами растут аллеи сакуры. И вот такое вот легкое цветение, наблюдение за розовыми и белыми цветами, это символ начала учебного года в Японии. Надо сказать, что также наслаждаться красотой природы умеют фотолюбители, фотоохотники. И сегодня мы после китайского сада Дружбы отправляемся в зоологический музей, где открылась выставка охота с фотоаппаратом. Совсем скоро будем там и включимся уже оттуда.